Добрый день дорогие друзья! Всем здравствуйте! Рад снова оказаться на замечательной платформе АВ-клуба с очередным вебинаром. Зовут меня Максим Аджидов. Я ведущий инженер практики в Digis. Сегодня, в течение ближайшего часа, я расскажу вам о BSS, о линейке оборудования от компании BSS, входящей в группу Harman. И также затрону еще некие важные аспекты передачи звука. Но обо всем по порядку. Что ж, я хотел бы еще предварительно извиниться, я слегка простужен, поэтому уж простите меня за состояние голоса. Но я постараюсь сделать так, чтобы это не повлияло на качество проведения вебинара. Также, пожалуйста, в течение этого вебинара задавайте вопросы в перерывах между блоками, обязательно отвечу на них. Собственно, все. Давайте приступим. Вот перед вами краткое содержание. Надеюсь, что не займет много времени обзор оборудования, поскольку линейка все-таки относительно небольшая. И просто для ознакомления с линейкой BSS хотелось бы коснуться модельного ряда и возможных аксессуаров и способов расширения системы. И большая часть это сетевые технологии передачи аудио, это вторая половина нашего вебинара. И мы рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день протоколы, которые используются для передачи цифрового потокового звука в профессиональных звуковых системах. И, конечно же, о возможностях применения. Все эти, сразу скажу заранее, все эти технологии поддерживаются BSS и вы можете строить свои системы BSS, основываясь на абсолютно любой из них или нескольких из них, или хоть одновременно всех. И в завершение расскажу в двух словах о возможностях программирования, возможностях настройки, которые в последние годы серьезно расширились благодаря полному обновлению программного пакета и постоянному обновлению прошивок и софтварных и, в принципе, хардварных решений. Не думаю, что для кого-то секрет, что BSS входит в группу компании Harman. И довольно давно, если мне память не изменяет, с 1978 или 1979 года существует на рынке и сейчас заняла свою, да довольно давно опять же, заняла свою нишу в профессиональном аудио. И если в мировой практике не является лидером индустрии, то уж одним из лидеров точно. И Harman Professional весь имеет, в общем-то, самый внушительный, насколько мне известно, референс по реализованным объектам. И, ну, конечно, это не только BSS, это еще и JBL Crown и все остальные. Вот, допустим, по одним стадионам можно назвать 150 наименований по миру, в которых используется JBL Crown или BSS или все вместе. Так что, действительно, внушительный референс, действительно, это то, что люди во всем мире ассоциируют с надежностью, стабильностью работы. И с недавнего времени, надеюсь, с сегодняшнего дня, а то и, ну, может быть, попозже, после обучения, для тех, кто захочет его пройти, это также будет ассоциироваться, этот бренд с простотой управления, настройки, программирования, работы. Вот, и еще, а, собственно, все, что я хотел бы сказать в плане предисловия, поэтому перейдем непосредственно к делу, к линейке оборудования. Всего у BSS относительно небольшое количество, собственно, товарных позиций, на которых реализуется система без преувеличения, ну, практически любой сложности. Гибкость конфигурирования оборудования, централизованное управление и интеграция со всеми остальными брендами позволяет об этом утверждать с уверенностью. И вся линейка непосредственно аудиопроцессоров, платформ, как вы, наверное, знаете, с открытой архитектурой, разделена на две большие, ну, собственно, на две группы. Основные – это устройства с фиксированным количеством входов и выходов и устройства, так называемые, шасси, которые предназначены для того, чтобы расширять их входные и выходные возможности с помощью карт расширения, которые являются опцией. То есть, это устройства, которые более гибки в конфигурировании входной и выходной их части. Начну с фиксированных процессоров, которые, собственно, часто называют матрицами, вы наверняка сталкивались. Да, ну, не могу сказать, что это корректное название, но, в общем, оно в индустрии прижилось, поэтому сам употребляю иногда. Да, ну, мы понимаем, да, что все-таки функционал матрицы, он несколько более узок, нежели функционал полноценного аудиопроцессора, в котором вы конфигурируете все, как вам необходимо. Вот, младшая, из двух серий, младшая – это серия 100, серия фиксированных процессоров, которые отличаются между собой некоторыми функциями. Начну с самой младшенькой, это процессор Blue 50 с фиксированной конфигурацией 4 входа, 4 выхода. Вот, в нем, как и во всех остальных процессорах этой серии, на базе находится DSP, это процессор, который занимается доработкой непосредственно звука с тактовой частотой 400 МГц. И пусть вас не пугает эта цифра, это не CPU, это именно тактовой частотой процессора, который отвечает за процессы звуковые. И на объектах, на которых реально используются вот эти приборы, я скажу, что редко, когда ресурс DSP мной забивался более чем на 50% даже при достаточно сложных и интересных конфигурациях. То есть, 70-80% это скорее единичный случай, чем частность. Поэтому такой конфигурации, а в шасси еще больше возможностей DSP вполне достаточно для тех применений, для которых, собственно, эти процессоры подходят. Также каждое устройство BSS оснащено цифровой шиной с протоколом BlueLink и устройства на 100-й серии поддерживают прием и передачу 48 каналов BlueLink одновременно на одно устройство. Также все устройства, все приборы, в том числе и шасси, имеют на базе 12 на 6 GPIO, то есть 12 входов общего назначения, 6 выходов общего назначения. И, конечно же, для управления RS-232 и Ethernet-разъем на базе, на борту всех устройств тоже, конечно, есть. Ну, вот, собственно, самое младшее и самое бюджетное решение, если необходима гибкая конфигурация с открытой архитектурой, это Blue50 от BSS. В качестве зонного процессора для многозонных систем также вполне успешно может использоваться, почему бы и нет. То есть вместо некого микшера или же, например, DBX Zone Pro, как непосредственно зонного процессора, вы можете для больших возможностей использовать Blue50 и пользоваться всеми этими фичерсами, которые программно представлены. О них я обязательно сегодня поговорю. Это и управление с мобильных устройств, это и возможности управления с ПК, создания кастомных интерфейсов и прочих нюансов, которые не содержат в себе никаких скрытых, условно-бесплатных вопросов. То есть берете процессор и получаете в базе, из коробки, практически все возможности без дополнительных доплат и увеличения цены потом. Ну, об этом тоже несколько позже. Следующий процессор это Blue100. Признаюсь честно, процессор, ну, самый на сегодняшний день у нас продаваемый. Ну, вот поскольку для таковых малых-средних объектов он соответствует, собственно, всем требованиям, предъявляемым к ним. 12 входов и 8 выходов аналоговых, балансных, когда я говорю про выходы. На базе, естественно, это аналоговые, балансные выходы на разъемах Евроблок или Феникс. Вот, на его борту есть. Естественно, расширить фиксированный процессор невозможно в плане того, что добавить в него какие-то карты, опции, слоты, то есть там все занято. Расширение в этом случае происходит за счет других решений. Эти решения весьма гибкие и их достаточно много. То есть опции у вас есть всегда. Далее процессоры, группа процессоров, предназначенных для конференций, для переговорных, конференц-залов небольшого формата. Ну, то есть за исключением, да, конгресс-холлов. Такие процессоры могут решить многие ваши проблемы по звуку. Почему, собственно, написано для конференций? Для конференций по той простой причине, что все эти процессоры 101, 102 и 103 содержат функцию, аппаратную функцию AAC, это Acoustic Echo Cancellation, на борту уже. То есть это аппаратно реализованная функция, которая позволяет использовать независимое подавление акустического эха на каждом входном канале. Что такое AAC, я думаю, большинству из вас должно быть известно. Это необходимая, незаменимейшая функция для переговорных конференц-залов, в которых используется ВКС или телефонная связь. Ну, в общем, предусматривается участие какого-то удаленного участника конференции, простите за тавтологию. Вот, собственно, с этим удаленным участником в связи с задержками, вызванными в линии телефона, интернета, плюс к тому время, затрачиваемое сигналом на прохождение через акустическую систему микрофон, возникает, очевидно, эхо, и человек себя замечательно слышит. Вот, эти алгоритмы справляются с подавлением эхо. И для того, чтобы этот алгоритм работал, нужно просто приобрести этот процессор. То есть, никакие не лицензии. То есть, это все уже на базе и конфигурируется независимо для каждого входа. Вот, что отличает Blue 100 и Blue 101, в первую очередь. А Blue 102 – это процессор с наличием телефонного входа для аналоговой телефонной линии на разъеме RJ11. И функцией набора, то есть, панель для набора номера вы можете вывести на, опять же, любое из устройств управления, которое вы используете, или на кастомную панель управления пользователя. Blue 103, в свою очередь, из этой серии последняя модель. Она содержит вместо аналоговой телефонной линии, линию VOIP, IP-телефонии. Так что, в общем, возможности по интеграции, да, и превращению Blue 100 серии в какой-то центр, мозговой центр системы звуковусиления конференц-связи и всех остальных систем, связанных с передачей звука, да, это вот вполне реально за весьма, скажем так, в связи с весьма бюджетным классом этой модели. Хотя функционал, ограничение функционала никаких это не подразумевает. Ну, сравнительную таблицу я продемонстрирую вам для того, чтобы еще раз так резюмировать то, что я сказал про серию процессора. 48 каналов Blue Link фирменного собственного протокола Harman. Входы-выходы, наличие аналоговой телефонной линии и тактовая частота процессора по обработке аудиосигналов. Для наглядности продемонстрирую заднюю панель. Как вы видите, пока что все устройства высотой в один юнит, и это не пока что, это на самом деле так и есть. Все, даже шасси, это устройства, занимающие один юнит рэка в высоту. На базе фиксированных процессоров, справа налево у нас, видите, 12 входов, 8 выходов. Далее, конкретно для 102 процессора у нас идет вход для телефонной линии. Значит, входы и выходы GPIO, которые выглядят абсолютно одинаково на всех устройствах, на которых они есть. Цифровая шина Blue Link, входной и выходной разъем на RJ45 разъеме Ethernet RS232 и кнопка Locate, кнопка, позволяющая идентифицировать устройство в сети. Для более старших шасси она также дублируется на передней панели. Кнопка, которая при нажатии в программе позволяет вашему процессору замигать и идентифицировать себя, ну и в обратную сторону также. То есть, для некой обратной связи, когда у вас много устройств, и вам необходимо быстро понять, где физически какое расположено. И еще эта кнопка программируемая, на нее вы можете назначить любую логическую функцию. То есть, хоть запуск пресета, хоть запуск некого сценария, хоть выдача команды на внешнюю систему управления, хоть замыкание какого-то, то есть, включение GPO. Ну, в общем, это все. Функционал весьма и весьма обширен, даже для одной, вот казалось бы, маленькой кнопочки. Группа шасси, это более старшая серия, более новая. Как вы видите, содержит DSP, тактовая частота 800 МГц, позволяющая уже вдвое большее количество операций сообщать, проводить. 256 уже каналов с фрошенной Bluelink на одно устройство. То есть, конфигурируются они, естественно, так, как вам необходимо. Хотите 128 на 128, хотите 127 на 129. Ну, в общем, вариантов масса. В основном то же самое 12 на 6 GPIO, RS-232, IQNet, управление по разъему, по сети Ethernet. Все устройства между собой в плане конфигурирования идентичны. В них по 4 слота для карты расширения. В каждой карте расширения 4 аналоговых или цифровых входа или выхода. О картах я расскажу, какие карты у нас есть, скажу чуть позже. И в этой серии, как вы видите, представлены устройства, которые поддерживают вот все из 4 причисленных мной в начале протоколов. Blue 800 имеет на борту интерфейс CobraNet. 805 поддерживает AVB, тоже на базе, естественно, это есть. 806 с Dante и 160 только с Bluelink, без сторонних протоколов. И, соответственно, все остальные тоже Bluelink на борту, естественно, имеют. Помимо этого, у них есть дисплейчик. Ну, дисплейчик носит информативный характер. Или, если вы запрограммируете, можно туда кастомный текст выводить в зависимости от событий. На одно устройство, как вы видите, можно принимать по AVB или Dante, как протоколы более современные 64 на 64 канала. Это аппаратное ограничение, которое позволяет одному устройству суммарно, одному устройству BSS суммарно работать со 128 каналами. А CobraNet в связи с тем, что она, в общем-то, не модернизируется, так и остается в варианте 32 на 32, то есть 64 суммарно канала на устройство вы можете обрабатывать. Как я уже сказал, в линейке BSS нет устройств больше одного юнита высотой, поэтому более четырех карт в одно устройство, которое поддерживает более четырех карт, их тоже нет. И способы расширения здесь построены несколько на других принципах. Для того, чтобы такую вот систему из 16 входов, которых, очевидно, для большого объекта будет недостаточно, или 16 выходов, да, или любой другой конфигурации, расширить, можно использовать устройство другой группы. Это шасси, являющиеся модулем расширения. Это визуально практически такое же устройство, также поддерживающее Cobra, AVB, Dante и Bluelink для всех устройств, но не имеющее на борту вообще как такового DSP, то есть звуковых процессов никаких оно не выполняет, соответственно, благодаря этому оно стоит значительно дешевле. Но это также шасси, в которые также можно набить до четырех входных или выходных карт. И в качестве способа расширения системы до любого необходимого вам количества каналов в разумных пределах. А разумный предел заключается 64 устройствами по Bluelink, и, в общем-то, можно посчитать, да, сколько всего входов и выходов аналогов вы можете получить. Поэтому вот такая методология расширения и преобразования системы в более гибкую, которая позволяет помимо того, что расширить количество входов, еще и разнести эти входные и выходные модули, эти устройства, эти процессоры в разные точки вашего объекта, если такая необходимость есть. А такая необходимость нередко бывает для больших объектов особенно. Более того, все ресурсы этих процессоров вы можете использовать централизованно, перераспределять нагрузку как между DSP разных устройств, среди тех устройств, в которых DSP есть. Также и функционал устройств без DSP, у них он тоже есть. Это логические схемы, это программирование КПИО, это маршрутизация сигналов по Bluelink, по КОБРИ и так далее, так далее. На самом деле, DSP далеко не все, что предлагает нам процессор. И различная автоматизация. Все это может быть разнесено в разные точки и управляться, естественно, так же централизованно, будто это стояло бы в одном районе. В сравнительной таблице, опять же, подтверждается тот факт, что вся разница лишь в отсутствии возможности обработки звука, то есть аудиослоя там такового нет. Отличие задней панели, на примере процессора Bluel 800, вот в тех самых картах расширения, здесь вы видите процессор, в котором карты расширения уже установлены, все четыре возможные. Для установки, в общем-то, процессор скрывается, снимается верхняя крышка, ставится карта, и она снова закрывается. Естественно, при этом никакая гарантия не слетает, никаких пломб нету, это процесс, который сопутствует просто инсталляции. Дальше GPIO, дальше в случае с, допустим, процессором с CobraNet есть разъем BNC для подключения генератора синхросигналов, например, там WorldClock какой-нибудь, то есть ваши цифровые потоки вы можете внешним устройством синхронизировать, шина BlueLink, шина CobraNet в этом случае, или Dante, или AVB в случае с 805-806 платформой, также Ethernet, RS-232, окей. И на этом линейка BSS заканчивается, но далеко не заканчиваются возможности, а только начинаются, на самом деле, возможности по конфигурированию, то есть жонглируя этим небольшим модельным рядом, вы можете создать систему, которая будет максимально удовлетворять вашим желаниям и желаниям вашего заказчика. Возможности по расширению шасси заключаются в следующем ассортименте входных и выходных карт. Это Analog Input Card, это Analog Output Card, это, соответственно, две карты с четырьмя ходами микрофонного или линейного уровня, на балансных, естественно, разъемах выполненные. Чувствительность регулируется в программе непосредственно и может достигать до плюс 48 дБ. Аналоговая выходная карта содержит четыре аналоговых хода линейного уровня. Также цифровые входные карты Digital Input Card с четырьмя входами AES-EBU или SPDIF. Собственно, как вы знаете, это практически идентичные протоколы. Один из них просто используется в профессиональной технике, другой бытовым является. То есть система распознает AES-EBU или SPDIF, у вас сигнал входит. Такие карты, ну, они, конечно, используются далеко нечасто, как и выходные каналы, выходные карты AES-EBU и SPDIF. Но бывают системы, например, с усилителями, в которых есть AES-входы, и они до сих пор выпускаются, или же какие-то еще устройства. То есть если такая необходимость есть, то, конечно, можно и пользоваться. С одной стороны, с одного взгляда, казалось бы, что поканальная передача аудио, каждый по своему кабелю, это некий атовизм. Но, однако, нет, с другой стороны, это некое повышение, физическое повышение надежности передачи сигналов. В случае каких-то проблем у вас, если проблемы с сетью передачи аудио, оно у вас все не придет. А с поканальной передачей, те же вопросы надежности, что и с аналоговыми системами. Дальше AES, AEC-карта, это такая же аналоговая входная карта с эхоподавлением. На базе этой карты, на все четыре входа, независимо аппаратно, установлен чип с функцией AEC. Опять же, при использовании более гибкой системы, при проектировании более гибкой системы для конференц-связи, для возможности подключения удаленного участника. И гибридная карта, которая содержит один аналоговый телефонный вход и выход, то есть, одна линия. И два аналоговых хода микрофонного или линейного уровня. Раз мы сейчас перейдем уже к аксессуарам. Есть пока вопрос от Романа Антипова. Добрый день, Роман. Можно ли рассказать поподробнее про BodyLink? Ну, я не знаю, насколько я много вообще смогу про него рассказать, про синхросигналы. Ну, этот, в общем-то, разъем, который, собственно, предназначен для как раз синхронизации аудиопотоков, мне конкретно про него сейчас, увы, больше нечего так подробно, да, обстоятельно рассказать. Ну, по синхронизации, если хотите, ну, даже хотите вы этого или нет, на самом деле, я все равно что-то расскажу в части, которая касается аудиопротоколов, то есть, каким образом синхронизация там осуществляется. Вот, здесь просто вы можете подключать генератор синхросигнала. Возможности расширения системы, на самом деле, не ограничиваются расширением серии 300, Blue 300, вот тех шасси, которые на базе своем не имеют, на базе не имеют DSP. Существует более бюджетный, бюджетный способ расширения, который, однако, не делает его менее используемым, а как раз наоборот. Использование протокола BlueLink для передачи цифрового аудио как единственного протокола в вашей системе, вы можете расширить количество входных и выходных каналов, как локальных, так и удаленных, с помощью таких вот замечательных коробочек, которые называются BlueBip, это Break-in Box, и BlueBop, это Break-out Box. Это простые устройства, которые являются собой АЦП или ЦАП, которые конвертируют сигнал в формат BlueLink и передают его дальше по вашей BlueLink сети, это что касается BIP, и, собственно, преобразуют ваш BlueLink сигнал в обычный балансный, аналоговый в количестве 8 штук, это что касается BOP. BOP1 и BOP2 отличаются между собой только форм-фактором исполнения, больше ничем. То есть, 1 пол-юнита река, если вы захотите его восстановить в раковую стойку, потребуется дополнительный крепеж, опциональный, а BlueBop уже в раковом корпусе. Так вот, с помощью таких модулей, которые, во-первых, являются, ну, являются такими неуправляемыми, тупыми коробками, в силу того, что это, конечно, замечательное решение и решение, которое, то есть, не требует оперативного управления. То есть, здесь этот BreakoutBox выполняет вполне такую ограниченную свою функцию и с ней замечательно справляется. Его задача получить 8 каналов и плюнуть их дальше в BlueLink, или, наоборот, получить BlueLink и передать дальше. Вот, поэтому ограничение состоит в следующем. Через софту, через Audio Architect вы эти устройства не контролировать, не мониторить, не управлять не можете. То есть, увидеть состояние вашего устройства можно только физически с лицевой его панели. Вот единственное ограничение, которое вот с такому бюджетному решению сопутствует. Однако, бюджетное решение не диктует нам то, что мы можем использовать только для небольших каких-то таких объектов. Решение на процессоре Blue800 800 серии и BlueBop используется на больших объектах, например, это стадион открытия арены, где между реками по BlueLink аудиопотоки передаются в БОП, а БОП в свою очередь передает каналы на усилители. И это решение в общем-то работает, проблем с ним никаких не возникало. И как вы понимаете, оно значительно более бюджетно, чем использование по процессору на каждый рек, например. и конфигурируется эти устройства просто дип-свичами, которые находятся на задней панели у них. То есть в диапазоне 256 возможных каналов BlueLink, которые могут быть в одной BlueLink сети, выбираются блоки по 8, каждому из которых соответствует конкретная конфигурация дип-свича. И в этом случае конкретный бип займет конкретные 8 каналов вашей системы или бок. Вот такие вот такое вот решение. Что касается аксессуаров, о них, быстро, быстро по ним пройдусь. Это BlueHIF, это телефонный интерфейс аналоговый, просто внешне исполненный не на карте, возможность включения гарнитуры. Вот он, TRS маленькому. Это медиа-конвертер MC1 для того, чтобы передавать BlueLink на расстояние до 10 километров. И значит комплект для монтажа в REC тех устройств, которые не в REC вом корпусе, то есть это BlueBop, BlueBip и еще один такой вот BlueDone. BlueGPX расширитель GPIO, который имеет 36 GPIO и 23 GPIO. Помимо еще блок из 8 реле. В нем нет тоже аудиоуслоя, в нем нет BlueLink, но в нем есть и логика, в нем есть логический слой, который управляется ЦПУ. И в общем он может использовать в том случае, если вы интегрируетесь с внешними системами и вам не хватает входов для потенциометров, переключателей или выходов для реле, в общем GPIO как GPIO. Blue SI карта расширения для микшерной консоли Soundcraft, который, как вы знаете, тоже в Harmon входит, позволяющий при установке в Soundcraft серии SI транслировать ваш сигнал поканально в BlueLink непосредственно в аудиопроцессор. То есть избавиться от очередного многократного преобразования из аналога в цифру и обратно. И таким образом минимизировать их до такого количества, что у вас, если у вас такой большой объект с микшерной консоли, то аналог у вас будет только от микрофона до, например, стрейчбокса и от селителя громкоговорителя. Что, согласитесь, значительно надежнее и дает гораздо меньше потери вероятности всевозможных наводных и проблем. Вопрос. Игорь, компонент, извините, если неправильно с фамилией, как Blue GPX работает с системой, если там нет BlueWing, он аудио не передает никак. Он передает только собственно процессы, происходящие на его GPI и GPO. Это просто расширение в том случае, если вам нужно внешнюю систему подключить по управлению и если вы хотите например дома светом управлять, шторами и не хватило вдруг стандартных наборов органов GPIO в нём вы можете построить схему автоматизации логическую, то есть в логическом слое таком же как у BSS можете работать. Разъём Ethernet у него есть, поэтому конечно же он управляется через систему, его видно, он там открывается и там с ней работает, просто в нём нет звука и всё. В сеть BillLink он не включается, а в общую сеть управления он включается. уточню я на всякий случай, что это отдельная сеть, то есть здесь сеть звука и сеть управления это с BlueLink всегда железно отдельные сети. Почему тоже я подробно попозже скажу. Резюмируя процессоры, которые у нас есть и характеристики, если вам пригодится, если вы будете заниматься подбором и вам интересны будут характеристики, на сайте BSS есть такая табличка, в которой все функции каждого из процессоров указаны, в том числе аксессуаров, Bibo, Bob и некоторых других устройств. Это очень удобно, так что я сам пользовался, пока не выучил. Она на сайте bssaudio.com И я не сказал еще про одно устройство, забыл. Это новое устройство, которое BSS произвел по нашим собственно просьбам, как еще один вариант бюджетного решения для согласования разных технологий сетевого аудио. Это конвертер BlueDAN, который занимается лишь тем, что принимает сигналы по протоколу Данте и передает их по BlueLink. Или наоборот, принимает BlueLink, передает Данте, или одновременно принимает некое количество Данте. В общем, мы поняли. Туда-обратно, при том, из обоих протоколов может конвертировать. Поскольку для того, чтобы конвертировать, если такая необходимость есть, принять, допустим, сигналы с какого-то внешнего устройства с Данте, необходимо было приобретать целый процессор с Данте, который на самом деле не всегда необходим. Для того, чтобы просто получить, а дальше уже по BlueLink бесплатно передавать звук между устройствами BSS и Crown, вот такой конвертер в качестве бюджетного решения нам предлагается. Также он может быть использован, например, как устройство, находящееся между, то есть находящееся в удаленных рэках, которые расположены в разных точках объекта, может принимать сигналы по, допустим, Данте через существующую СКС вашего предприятия, а между усилителями, которые поддерживают в Hold BlueLink и раздавать уже межблочку по BlueLink, например, вот так. Тоже это целый процессор, совсем функционал вам для этого не нужен. То есть мы предлагаем то, что решает конкретно ваши задачи. И потихоньку к способам управления. Первый, самый простой способ управления системой, ну как самый простой, наверное, самый очевидный способ управления это встраиваемые панели, не буду заострять на них внимание, вот просто они существуют, это все давно выпускаемые, давно производятся эти панели Blue10 программируемые с тачскрином, Blue8V2 также программируемые с селектором, энкодером и кнопками. Это Ethernet контроллеры и аналоговые контроллеры Blue3 и Blue6. Это у нас селектор, собственно, просто ключик на пять позиций и это потенциометр или же кнопочный регулятор. Новая серия контроллеров, которая буквально в конце прошлого года только начала поставляться, это контроллеры серии Contrio. Они уже более интересны, можно сказать, субъективны в плане дизайна, потому что далеко не в каждый дизайн можно интегрировать такую панель или синюю, тем более. Эти панели уже значительно меньшим, во-первых, размером, во-вторых, несколько измененным дизайном. Вот у меня в руках наш европейский вариант контроллера EC8BV. Вот он здесь у вас изображен американский, сдвоенный, вот у меня в руке наш европейский, ну, в общем, европейский вариант. Естественно, если мы говорим о контроллерах, которые меньше всех остальных, то вдвое меньше будет сам контроллер и на нем блоков будет тоже меньше. Весьма удобная, программируемая и, конечно же, ну, я все-таки заострю внимание на том важном факте. Казалось бы, это очевидно, но на самом деле не совсем так. Это в моей практике работа с этими панелями, а я вот успел с ней уже наиграться достаточно, это панель, которая ты ее загрузил и она работает. Вот в чем ее преимущество. бывают ситуации, случаются совершенно разные с панелями. Может быть в софте вы задали какое-то логическое противоречие, что невозможно сделать в аудиоархитекте. Может быть там есть какие-то проблемы с коннекшеном. То есть не всегда конфигурация заранее написана в софте, оказывается на практике, работает в реальном устройстве, то есть нужна некая отладка. новая софта BSS во-первых от этого вас избавляет, то есть логические противоречия вы сами не сможете задать, даже если вы очень захотите. То есть не сможете вы систему заставить выполнить какую-то циклическую операцию, чтобы она тратила свой ресурс, зависла, например. То есть у вас не получится ее повесить сознательно. И то же самое касается панели. У меня есть собственный чип с памятью. Она конфигурируется, то есть я включил, залил в нее конфигурацию и она заработала. И с тех пор работает. Вот это преимущество на мой взгляд. Ну насчет контроллеров здесь все понятно. Четыре кнопки, регулятор громкости, ну естественно она вся программирована, кнопки программируемые само собой, любую функцию с любой скажем так блок в вашей системе, который имеет значение on и off, состояние on и off, вы можете на эту кнопку повесить. Любой переменный параметр вашей системы, вашего блока вы тоже можете повесить на энкодер. То есть это не обязательно регулятор громкости. Также энкодер является еще и кнопкой, на которой тоже можно функцию назначить, ну например mute, как чаще всего бывает. Вот регулируется цвет, регулируется текст, меняется текст на экране каждого дисплейчика. В общем вполне симпатичный. Новое устройство, которым я завершу обзор линейки оборудования это SoundWeb Country Server. Это скажем так устройство, которое предназначено для объектов с наибольшими требованиями к надежности системы. Это скажем так сами в себе процессоры между собой управляются, дружат, у них могут быть кросс-процессорные связи и все они управляются с одной точки. Но эта система позволяет держать всю информацию о всех процессорах и усилителях в том числе в системе в одной точке сервер. Она хранит все конфигурации, она позволяет осуществлять это бывает важно замену устройства на горячую. То есть если какой-то из процессоров или усилителей вышел из строя, вы мгновенно можете заменить за некоторое небольшое время на некое устройство из зипа, ставить его, система определит, что это такой же процессор с такой же конфигурацией, автоматически загрузит в него конфигу и она заработает. То есть время, затрачиваемое на восстановление работоспособности системы, заключается только в замене непосредственно вышедшего из строя блока. Об этом речь. В противном случае, если какое-то из устройств выходит из строя, необходимо его искать файл с конфигурацией, обнажать прошивку устройства из зипа и после этого оставить. То есть это время. В процессе мероприятия это не очень приемлемо. Ивент-логи все она хранит у себя в системе и отсылает вам имейлы в случае ошибки. Или вообще в случае или по календарю как вы настроите отправку этих сообщений. То есть можно раз в неделю получать ивент-лог от системы. Или конкретные сообщения с конкретной категорией. В общем все это очень гибко настраивается. Помимо этого там есть побочная функция медиасервера. В устройстве находится опять же на борту в комплектации SSD накопитель на 500 гигабайт и на нем вы заливаете контент который может в 64 потока транслироваться по Dante либо по Bluelink в зависимости от модификации нашего сервера. То есть в качестве сервера медиасервера вы тоже можете его использовать. Однако есть некие ограничения там то есть оптимальное наверное использование видится мне в том что использование медиасервера встроенного в сервер в том чтобы транслировать некие объявления по календарю либо по событиям либо пожарное оповещение или что-то такое. То есть как полноценную систему трансляции музыкального контента например в условном региональном торговом центре в котором реклама постоянно крутится через систему звуковосиления не очень целесообразно поскольку пока там нет пользовательского интерфейса обновления контента. Вот это единственное ограничение которое есть в медиасервере. Поэтому я сказал что это побочная функция то есть как именно пользователю обновить на следующей неделе рекламный контент который уже проплачен вы не то есть сам он этого сделать не сможет ему нужно специалисты будет вызывать для этого. Но тут есть решение например на данте виртуальной саундкарте с помощью компьютера если вы хотите это уже чуть другая ситуация. Вопросы давайте давайте познать поступим каким образом прежде чем перейти к следующему разделу я попрошу Наталью Наталью запустите пожалуйста первый опрос у нас есть небольшой опросик их всего два будет на который я попрошу вас друзья ответить там всего несколько вариантов это как раз предваряя разговор о технологиях цифровых технологиях передачи данных вот собственно вопрос такой с подвохом имеется ввиду что ну вернее не с подвохом имеется ввиду что скажем так в инсталляциях в которых есть какой-то из протоколов передачи цифрового звука вообще по изернет технологии я имею ввиду вернее не по изернет а по витой паре давайте так какая из этих технологий встречается чаще всего вот в общих среди общего количества инсталляций в мире вот в этот вопрос в том в этом состоит суть вопроса как вы считаете какой наиболее популярный сейчас протокол а пока вопросы о лет дисплее спрашивает Илья Яковлев дисплее да нет 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 у процессоров просто просто дисплейчик на который только текстовую информацию можно вывести Дмитрий Рыжин спрашивает кириллица поддерживается на панелях управления нет к сожалению к сожалению кириллица не поддерживается здесь только только латинские символы для того чтобы использовать кириллические символы вы можете пользоваться другими способами управления например это кастомные панели для компьютера например это кастомные панели для мобильных устройств айпэдов и тому подобных ну или же если это прям настолько принципиальное требование чтобы панели чтобы русский текст то АМХ Крестрон ну или собственно другие способы управления систем вот у нас появились результаты результаты АВБ Блюлин Кобранет распределились получается в порядке никто из вас получается не считает АВБ самым популярным протоколом ну давайте я в общем не буду тянуть на самом деле сразу отвечу вы правы на самом деле это действительно данте то есть большинство из вас попали в точку статистика по цифрам я могу ее назвать но мне придется к сожалению сослаться на статистику предоставленную компанией Audinate это более 80% с инсталляцией на данте поэтому ну насколько верить статистике которые предоставлены компанией производителем данте дело ваше но это действительно факт то есть благодаря такой вот чудовищно агрессивной рыночной политике маркетинговой политике в первую очередь компания Audinate производителя данте она в общем добилась своей цели практически у всех крупнейших производителей если используется цифровой протокол то это данте этому есть и объективные причины на самом деле и я их я их расскажу сейчас так вопрос пока от Сергея Минакова если имеется Блю 800 6-летней давности планируется заменить на Блю 806 старые платы входов-выходов подойдут насколько мне известно да именно аппаратно не изменились платы то есть и слоты не изменились и платы должны подойти и давайте пока запустим сразу второй вопрос чтобы не отходя от кассы в общем-то все вопросы снять и дальше я уже переду к завершающему блоку по аудиопротоколу вот это если я если вам не сложно попрошу ответить какая ситуация в вашей практике да в отличие вот такого общемирового результата мне известно что у нас в стране по многим таким подобным вопросам несколько такая расстановка сил иная поэтому вот прикиньте ну вот насколько в реальной вашей практике вы чаще сталкиваетесь с каким-то протоколом здесь можно выбрать только один вот ну наверное стоит предполагать что результаты будут похожими на первый опрос наверное хотя хотя вот у меня не так нет я пожалуй чаще пользуюсь естественно блинком потому что я с блесосом работаю с харвоном вот но просто данте он повсюду он у всех отлично спасибо друзья ну в принципе получилось да что ситуация похожая все таки большинство из вас если используют аудио то используют данте ну в общем-то да наличие повсеместное наличие данте у всех это все таки оно сказывается и вообще все остальные плюсы тоже конечно порой заставляют делать выбор в сторону именно этого интересно и 17% предпочитает аналог логично вполне могу понять такое решение ну что ж продолжим как раз о технологиях передачи аудио слоган у этого слоган хармон который связан с цифровыми сетевыми технологиями звука звучит как аудио нету кин из из айби си вот такая вот айби си которая подразумевает название протокол первую букву аббревиатуру протоколов да и библи линк обра и начну наверное все таки с блю линка протокола который является разработкой хармон изначально и является естественно бесплатным и на борту бсс устройств он есть сам по себе изначально протокол применялся как межблочный то есть для например предполагался для соединения устройств то есть процессоров усилителей например по цифровому про цифровой шине да чтобы просто одним одной витой парой раздать нужные потоки на все усилители вашей рэковой стойки а уже на объекте на большие расстояния сигнал передавался потоки передавались по выбранному вами протоколу сторонним но блю линк стал в общем-то как я уже сказал отличным решением для некоторых ситуаций который позволяет серьезно сэкономить на такой передаче но у него есть силу своих особенностей особенности эти дают как положительные для некоторых ситуаций результаты как для некоторых ситуаций и отрицательные может быть первое это не Ethernet протокол то есть устройства подключаются из одного в другое как прям вот аналоги из InnoVout и и все в роутер маршетизатор существующие СКС вы его не воткнете то есть воткнуть вы сможете разъем но работать он не будет то есть он не требует коммутаторов и не поддерживает их в чем это минус в том что вы не можете в существующую сеть воткнуться вам необходимо тянуть кабели для BlueLink отдельно это раз а в чем положительные вещи вы во-первых не зависите от существующей сети от IT-службы от постороннего трафика никаким образом если вы поставили настроили сеть BlueLink значит она будет работать и ничего с ней не случится ограничения по расстоянию с этим тоже есть способы обойти это ограничение в 100 метров которые как у всех есть есть медиаконвертеры с медиаконвертерами BlueLink тоже работает или же если вам нужно более 200 метров вы можете поставить еще одно устройство BlueLink какое-нибудь самое бюджетное которое будет просто усиливать сигнал и позволять вам еще на 100 метров его дальше послать благодаря тому что это не Ethernet протокол во-первых вся полоса пропускания используется полностью раз минимальная задержка два собственно задержка составляет между первым и вторым устройством передающим BlueLink составляет 11 отчетов дискретизации между вторым то есть между каждыми следующими двумя устройствами составляет 4 отчета дискретизации то есть 83 микросекунды максимальное количество устройств включенных в колесо которое проверено будет работать это 60 устройств и в этом случае несложно посчитать что максимальная задержка на всю систему составит не более 2 миллисекунд ну и что касается кабеля от 5e или выше и no routing no switch то есть simple routing no switch да вот что касается блиненько summary по тому что я сказал у вас на экране можете прочесть сфотографировать если надо 206 каналов на устройство работает при дискретизации 48 килогерц разрядность не меняется навсегда 24 бит работает также с кабелями и прямыми и кроссовыми и рекомендуемая топология сети это важно это кольцо то есть из одного устройства другое мы сделали колечко в этом случае система будет работать но если вы подключите их в дези чейн друг за другом просто то система также будет работать просто при разрыве кольца вдруг случайно в одной из точек система может автоматически определить что есть разрыв и послать в обратное направление потопе то есть из ино может в таком экстренном случае выходить аудиопоток то есть ваша система продолжит работать поэтому рекомендованная топология это кольцо вот что касается возможности использования с медиаконвертерами есть медиаконвертер от BSS который вы достанете из коробки он гарантированно заработает можете ли вы использовать другие медиаконвертеры конечно можете но вам нужно будет провести тест то есть это должен быть конвертер который в тупую конвертирует то что у него приходит и высылает вот в лако и уже сообщил я вам что-то поэтому в связи с тем что это не интернет протокол топологии у них будут различные у сетей сеть управления может работать общей сети предприятия BluLink будет работать отдельно и это всегда две сети вот что можно собственно про BluLink вам сказать теперь быстро по протоколам поскольку у нас времени к сожалению остается немного но если уважаемый клуб нам позволит задержаться я бы подробно о нюансах протоколов сетевых технологий поговорил спасибо большое Наталья значит если интерес у вас коллеги есть то я с удовольствием вам расскажу про особенности протоколов впервые когда я только столкнулся с этими вопросами совершенно никакого понимания как работать почему их так много по каким принципам можно выбирать все же передают цифровой звук у меня в общем были с этим проблемы но сейчас все время вполне можно существует кратерия по которым можно принимать однозначно правильный выбор по технологии а BSS в свою очередь этот выбор вам дает то есть несмотря на то что я так увлеченно говорю про BluLink ну я ни в коем случае не буду вам диктовать и даже однозначно рекомендовать BluLink как решение всех проблем ну это не так в каждой ситуации нужен свой нужно свое индивидуальное решение поэтому у нас нет задач я не работаю с Audinate я как программно-контрольная закупка мне не платят никакие Audinate или Serious Logic за то что я их протоколы продвигаю никак нет совершенно нейтрально стараюсь относиться к этим вопросам ну что ж CobraNet как известно самый старый из тех протоколов которые я сего о которых я сегодня вам расскажу которые используются в устройствах BSS в 2004 году он впервые по-моему если не изменяет был начал использоваться BSS именно в устройствах BSS появился в 2004 году долгое время он был индустрии стандартом и большинство инсталляций делалось именно на CobraNet ну это был небольшой промежуток времени и работает этот протокол в 100 мегабитных сетях производитель его компания Serious Logic и у него есть собственник за использование этого протокола в системе производителю этой системы нужно платить Harman платит Serious Logic за то что использует протокол CobraNet в своих устройствах следовательно это на самом деле на бумаге это якобы диктует повышение стоимости оборудования вот ну соответственно затраты на производство больше стоимости для конечника больше но на данный момент этот протокол перестал развиваться поддержки его не происходит как таковой развитие каких-то внедрения новых новых продуктов расширения хотя бы до мегабитных до гигабитных сетей нет этого не происходит и именно поэтому одно устройство BSS поддерживает 32 на 32 канала не более вот но достоинства у него все те же что у Ethernet протоколов существующие СКС предприятия пожалуйста значит все если вам требуется если вам достаточно этих 64 каналов то ради бога без проблем вот каналы группируются здесь в этом случае именно с Кобра.нет в некие бандлы так называемые в пакеты пакет содержит 8 каналов и то есть поканально отдельно набрать нужные каналы из разных пакетов вы не можете нужно принимать весь бандл принимать в устройство и там уже в устройстве понимать какие каналы из этих вам нужны эти бандлы эти пакеты нумеруются вручную то есть для того чтобы настроить Кобра.нет вам необходимо вручную прописать номера пакетов при том диапазон номеров для мультикаст пакетов и юникаст пакетов то есть с множественным количеством получателей и с единственным получателем это разные регионы то есть разные диапазоны номеров здесь важно не ошибиться в принципе ничего сложного в этом нет Но бывает, когда у вас 20 процессоров, которые на разных этажах или вообще в разных зданиях находятся, нужно приписать все эти бандлы, можно запутаться. Ну, то есть, просто нужно быть внимательнее, на самом деле, один раз это сделать и работать будет. Сейчас, конечно, используется редко кобра, однако все еще используется, устройства все еще производятся. Почему? Ну, во-первых, у многих производителей до сих пор существуют приборы, у которых есть входы кобранет. Например, это усилители Crown iTech. Вот эти самые монстры от Крауна, которые там 4 канала по 3,5 кВт, в них есть кобранетовские входы. Поэтому вполне логично при выборе между аналогом или коброй выбрать, естественно, кобру, потому что это цифра. Вот. Или, опять же, для модернизации сети предприятий, то есть, для модернизации комплекта на предприятии, на котором уже стоит кобранет. То есть, добавить устройства. Поэтому никаких разговоров про снятие с производства процессоров и устройств с коброй сейчас не идет. Протокол AVB, следующий протокол, который на данный момент, скажем так, официальная информация из пресс-релизов от Хармона в том числе, что это будущее АВ-индустрии. И частично с этим можно согласиться, однако есть некие поправки. Это Ethernet протокол. Он во многом похож на кобру, именно по сути, по структуре. Но, естественно, в кобре, если вы помните, там 5 с лишним миллисекунд задержка и то не на всю систему до 5. Вернее, даже не до 5, а теоретически, возможно, больше и практически возможно. Поэтому для неких ситуаций, когда задержка крайне важное значение имеет, это может быть неприменимо. То есть, для лайва, например, да, то есть, 5 миллисекунд человек, если будет слушать себя задержкой 5 миллисекунд, он будет весьма некомфортно себя чувствовать. Особенно, если речь идет о музыканте, да, исполнителе, певце. Если, ну вот, даже на самом деле вокал или гитара для, в случае, допустим, крайне быстрых, да, партий, уже там миллисекунды 3 или 4 может быть некомфортно. Вот, но это уже частный случай. Такое, на самом деле, тоже встречалось, тоже бывает. То есть, здесь задержка должна быть минимизирована. Так вот, AVB предлагает вариант с задержкой наиболее меньшей, благодаря вот этой технологии, которая разработана. AVB разработан независимой группой AVNU, в которую входили представители, входят представители Harman Professional в том числе. И этот протокол открытый, то есть, его может использовать любой производитель, собственно, вообще любой желающий. И за него некому платить на сензиозные взносы, он не продается. И опять же, на бумаге это должно сделать дешевле устройство с наличием AVB. Но на данный момент это совершенно не так. То есть, скажем так, если я буду говорить конкретно про BSS, вот, все-таки остальное это немножко не мое дело, как у остальных производителей. У BSS процессор с Dante, с Cobra Net и с AVB стоят одинаково. И это касается и, в общем, дешевле стоит только там, только BlueLink и те, у кого вообще нет сетевого, ну, то есть, кроме BlueLink других протоколов. Вот, поскольку все равно это технология, это некие затраты. В будущем, возможно, при выборе, ну, то есть, если у вас выбирать аналог или AVB, конечно, это будет дорого. Если между другими протоколами, то, возможно, благодаря тому, что он бесплатный, в будущем он станет, устройство с ним станет дешевле, что с данным. Ну вот, значит, стандартизирована эта технология IEEE. В данный момент устройства BSS позволяют работать одному устройству с 128 каналами цифрового аудио по AVB, это больше. Вообще, количество каналов, конечно же, зависит от пропускной способности вашей сети, то есть, в гигабитных сетях, 10-гигабитных, общее количество каналов, оно может увеличиться. Соответственно, сама технология AVB расшифровывается как аудио-видео-бриджинг. То есть, в этом протоколе, опять же, возможно, передавать еще и видео в одном потоке. То есть, поэтому он во многом такой, этим в том числе обуславливаются его перспективы. Значит, с поддержкой, по-моему, AVB требуется коммунатор. Видите, задержка максимальная 2 миллисекунды, дискретизация также выбирается в 48 или 96 килогерц и выбирается квантование 16, 20 или 24-разрядное. Также, система поддерживает, AVB поддерживает и выполняет автоматическую внутреннюю синхронизацию, то есть, это делает, по идее, маршрутизатор. И в пределах одной сети и одного VLAN, это важно, поддерживается резервирование до 75% полосы под аудио-видео потоки. То есть, в сети, в которой помимо вашего звука и видео, ну, будем в конкретном случае звука говорить, есть еще и трафик интернет, еще и какой-то любой трафик управления и так далее, и так далее, аудио-трафик AVB будет считаться приоритетным. Этого не было в остальных протоколах. То есть, включив в одну подсеть, в общую сеть предприятия, без отдельного VLAN, COBRA, DANTE или... А, ну, собственно, все, блюринк нельзя включить. Этот трафик не считается приоритетным. То есть, в случае, если кто-то запустит потоковое видео или там торрент-клиент, то потеря пакетов вполне возможна. Решение этой проблемы – отдельный VLAN. Это полностью решает проблему, но, собственно, не всегда получается, возможно, ваш звук в отдельный VLAN упаковать. Вот. Поэтому AVB может замечательно существовать в сети предприятия без отдельного VLAN. И автоматическая синхронизация устройств здесь тоже происходит, она выполняется маршризатором. Теперь, собственно, вроде бы все хорошо, да, теперь, собственно, один... нюанс, который до сих пор... Почему AVB не стала на сегодняшней индустрии стандартом и в ближайшее время, в ближайшие годы, скорее всего, не станет? Ну, я не говорю о десятилетиях, то есть, там, конечно же, все может измениться уже завтра. Но прогноз от специалистов, да, пока что такой. Это не мое личное мнение. Ну, вы, наверное, знаете, те, кто с AVB сталкивался. AVB требует использования маршритизаторов, поддерживающих AVB. И маршритизаторов этих можно пересчитать по пальцам. Ну, может быть, двух рук не хватит, именно если модели считать не производителей. Если посчитать производителей, то хватит одной руки и еще останется. На данный момент ни ЦИСКа, ни HP не производят маршритизаторов для AVB. И, собственно, следствие, как, насколько часто вы, например, ну, такой вот, не вопрос, а так вот, вопрос в висящий воздухе. Насколько часто у вас есть возможность диктовать, какое сетевое оборудование будет установлено на объекте, если вы проектируете звуковую систему? У меня лично никогда. То есть, на момент проектирования, ну, я, поскольку все-таки в дистрибуции работаю, если вы крупный интегратор, то, наверное, у вас может быть, да, такая возможность, вы можете повлиять на, то есть, в процессе проектирования системы СКС, вы можете повлиять на свечи. Но в большей части этой возможности у нас нет. И в реальной практике тоже, насколько мне известно, далеко не всегда. Да, это скорее, ее чаще нет, чем есть. Поэтому, вот, почему, собственно, EVB не становится сейчас стандартом индустрии. Вот, поэтому, когда сеть уже есть, а на момент проектирования звуковой системы, как правило, она уже согласована, спроектирована, а то и вообще уже установлена именно СКС-предприятие. Нам проще взять, ну, вернее, нам остается выбрать такой протокол, который мы подкнемся в сеть, и он заработает. И на сегодняшний день, нечто похожее на такой протокол, который вот этому требованию во многом удовлетворяет, это DANT. Это платный протокол, проприетарная технология, принадлежащая компании Audionate. Работает в 100 мегабитных сетях и выше. Что касается BSS, то поддерживает тоже 128 каналов, как и EVB, на одно устройство, те же CAD-5, CAD-5E, задержка до 10 миллисекунд максимальная, тут другой нюанс скажу про DANT потом, разрядность и дискретизация такие же, ограничения, ну, в общем, да, ничего особо такого прям радикально нового вы здесь не увидите. Нюанс состоит в следующем. Во-первых, когда требуется некая, скажем так, работа, приближенная к plug-and-play, то есть мы, правда, вот как инсталляторы, как настройщики, да, хотим, чтобы вот взять кабель, воткнуться в SKS, не зная, какая у него топология вообще, ее структура, и система заработает. Вот с DANTE, что, DANTE максимально близок к этому. Все, что касается настройки системы, то она выполняется с помощью приложения DANTE-контроллера бесплатного, который есть на сайте Audionate. Ну, на самом деле, Audionate сам про себя много рассказывает, поэтому, да, я не думаю, что мне нужно много о ней говорить, рекламировать их. Вот, они и вебинары проводят, так что, в общем, можете посмотреть. Вот, DANTE-контроллер бесплатное приложение для маршринизации. Поскольку DANTE продает не только технологию, а еще и непосредственно платы, то есть для того, чтобы использовать DANTE, вы должны заплатить DANTE и купить именно плату, в которой есть DANTE. Это позволяет всем устройствам, то есть платы выпускаются централизованно, всем устройствам, вне зависимости от производителя, от типа, определятся одинаково, хорошо, с помощью вот этого приложения от DANTE. То есть, реально вы можете набрать сборную солянку из брендов, и именно по DANTE, всех, всех, которых этот протокол есть, вы увидите их все сразу без проблем, если сетевых проблем никаких нет, и прочих, сразу в вашей программе, выглядящей, такая простая матрица, и назначите поканально можете каждый из потоков с любого из транслирующих устройств направить в любое из принимающих. Это делается единожды, вот просто вы ставите галочку, закрываете, и дальше все работает. Дальше ваша задача только уже непосредственно в устройстве отдать или принять эти сигналы. Вот это та фичерза, которая есть. А защитить систему от того, чтобы опять же не терялись аудиопотоки, и приблизиться к EVB в плане того, что сделать трафик приоритетным, вы можете только используя VLAN. Отдельный VLAN для звука, это вот было бы очень хорошо, если у вас DANTE, если вам нужна гарантированная передача. И еще одна фишка, это приложение, которое стоит денег, конечно, уже, целых 30 долларов для MAC и APC. Это DANTE Virtual Soundcard. Это приложение, позволяющее транслировать 128 нержатых аудиопотоков через обычный разъем Ethernet вашего, то есть через вашу сетевую карту на компьютере. Все, что для него нужно, это купить его на сайте, для этого нужно купить его на сайте Audionate. Теперь вы можете использовать ваш компьютер А, как медиасервер, транслируя 64 потока контента по DANTE, А, Б, как многоканальное устройство записи. То есть эта виртуальная санкарта поддерживает все популярнейшие аудиодрайвера, в том числе ASIO, соответственно, в любом аудиоредакторе, в любом Cubase, Fortools, и вы сможете записать вот эти вот потоки аудио в нержатом виде в реальном времени поканально. И еще одно новое приложение от DANTE, это DANTE VIA, о нем подробно рассказать не смогу, к сожалению, это некая расширенная версия DANTE Virtual Soundcard, когда вы можете покупать лицензию для нескольких компьютеров, можете между компьютерами передавать аудиоданные по DANTE, то есть не только в вашу сеть, не только в процессор. В общем, и там куча-куча разных, на самом деле, просто расширительных фитчерзов по управлению и подобным вещам. Вот, поэтому вы уж меня простите, Евгений, DANTE VIA у меня не указано, действительно. Вот, ну, о ней подробно целый час ДANTE на своих вебинарах рассказывает. Еще есть вопрос. Дмитрий Дорожкин, «Расскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать подавление эхо AAC при использовании вашей аудиоплатформы в качестве входного-выходного интерфейса для компьютера с софтовым клиентом ВКС?» Дмитрий, да, я не вижу вообще никаких, собственно, противопоказаний, да, и проблем, почему бы ее не использовать. То есть, вам просто потребуется либо один вариант, это виртуальная саундкарта DANTE с процессором 806 и картами AAC. Тут, в принципе, алгоритм можно, наверное, так использовать. А вообще, да, с сотой серии матрицы вы включаете в аналоговый вход, ну, то есть, по стандартной, да, системе подключения. То есть, AAC у вас давит на входе с того микрофона, в который вы говорите, вот, а референс на выходе тот сигнал, который вы посылаете. Как быть с задержками? Как? Как быть с задержками? Ну, собственно, для этого AAC есть. Вы имеете динамические задержки, которые изменяются, но алгоритм должен, в него должна быть заложена эта схема, и так и есть. То есть, задержку, в случае изменения этой задержки, он должен понимать, что за сигнал к нему приходит. Естественно, это может происходить не мгновенно, да, если у вас там резкие какие-то проблемы, ну, то есть, прерывание сигналов и что-то подобное. Но, по крайней мере, зная, какая речь к нему приходит, вот этот алгоритм, он ее без проблем вычитает из, собственно, обратного, да, чтобы удаленный участник ее не слышал. Надеюсь, я как мог, на самом деле, ответил на ваш вопрос. Конкретно по AAC, ну, мы можем, то есть, опять же, в частном порядке, если вам интересно, разобрать эту тему, вы всегда, собственно, любой из вас всегда можете мне позвонить, написать, вот, я для этих вопросов, для рассмотрения таких сложных ситуаций, в том числе, ну, то есть, сложных, неизвестных пока что мне самому, я для этого здесь и есть. То есть, если все вопросы, на какой-то вопрос я не могу ответить, я его либо транслирую вверх, либо мы проведем эксперимент по работе AAC, себя в офисе я проведу в демо-зале, или хоть с вами вместе, так что, без ответа эти вопросы не останутся. Поэтому, потому что, в наших интересах, чтобы вам нравилось, вы понимали все качества BSS, и поддерживать вас во всех этих начинаниях. Ну, я почти закончил, друзья, на самом деле, осталось только сказать два слова о программе, о управлении, о программировании. Audio Architect это новая версия софты, которая создана для управления устройствами Harman Professional. Это BSS, это Crown, все усилители, которые содержат DSP, и которые вообще Networked усилители, это DBX, включая Drive Rake и еще некоторые приборы, даже включая AKG, цифровые радиосистемы. То есть, все управляется теперь централизованно. Это раз. То есть, не нужно разных софтов. Значит, все устройства, вернее, все решения, все программные решения находятся в одной софте. Здесь она ни в коем случае не условно бесплатная, она бесплатная вообще. Там нет дополнительных приложений для создания графических пользовательских интерфейсов, для программирования пользовательских интерфейсов. То есть, все, что разбито иногда бывает на несколько софтов, нет. Все одно, все, что вам нужно, это покупка процессора. Если вам необходим кастомный интерфейс, вот такой, это на базе, это в бесплатной софте. Если вы хотите для iPad, iPhone, нарисовать себе красивый интерфейс с котиками или еще с чем-то, пожалуйста, это бесплатно. То есть, все зависит от вашей фантазии и вашего умения работать в программе. Вот, собственно, если вы хотите для компьютера создать такую же панельку с цветочками, пожалуйста, бесплатно. Собственно, и что касается управления и работы, программирование, слово программирование теперь совершенно неприменимо именно к софте AudioArchitect, потому что вряд ли вы хотя бы одну строчку программного кода напишите, не то, что вряд ли, а гарантированно нет, пока будете заниматься программированием аудиосистемы. Все идет по пути максимального упрощения и эту программу можно освоить в довольно краткие сроки. Вот, единственное, я сделаю уточнение, что платно дополнительно это приложение для iOS, которое стоит 9,99 на один iOS аккаунт. Ну, это не столько для того, чтобы заработать денег, а, как вы понимаете, для того, чтобы любой Вася с улицы не мог скачать приложение из App Store и подключиться к вашей системе. Ну, собственно, про рисование, про конфигурирование я вроде бы рассказал и что-то еще мне хотелось вам сообщить. Ежеквартально на базе нашего учебного центра в компании Digis, который является авторизованным учебным центром, собственно, я являюсь авторизованным инструктором по BSS, учебный центр имеет лицензию Министерства Образования на проведение образовательной деятельности, соответственно, все необходимые условия для этого у нас есть. Мы проводим обучение как раз по аудиоархитект и по BSS. Как раз сегодня у меня закончился очередной курс, двухдневный курс официального тренинга BSS и следующий планируется летом, то есть каждый квартал мы проводим за два дня, учим людей, как работать с аудиоархитектом и естественно выдаем сертификаты от BSS аудио американского братца, они сами присылают эти сертификаты, которые дают вам все права и все возможности и главное умение работать с BSS. Так что welcome, это бесплатно все на данный момент, на нашем сайте edu.digis.ru вы можете это расписание посмотреть, как только даты следующего курса станут известны, они там обязательно появятся. Так что на этом я перейду к вопросам, вам продемонстрирую свои контактные данные, пожалуйста, обращайтесь. Скажу всем в очередной раз, что рад здесь присутствовать, спасибо вам большое за внимание и спасибо АВЭй-клубу за возможность рассказать вам о таком замечательном, любимом мною горячо бренде, BSS. И собственно к вопросам, я вижу, что накопилось, Дмитрий просит рассказать подробнее о линиях задержки, если конечно такие есть. Что вы подразумеваете под линиями задержки, то есть прибор такой задержки, там конечно же есть, задерживать сигнал вы без проблем можете. Динамически управлять этой задержкой, если вы хотите, пожалуйста, вы можете. То есть я, если вы этот вопрос как и все другие сформулируете и вообще мне позвоните, мы с вами это подробно обсудим на самом деле. То есть сама по себе платформа с открытой архитектурой, то есть она может собственно все, что вы от нее захотите в плане обработки звука. Ну за исключением наверное там ревербератора, да, и то там есть некий способ. Следующий вопрос также, Дмитрий, чем кроме аудио можно управлять. Тут во-первых, ну здесь есть реле, то есть вы можете управлять реле, вы можете управлять естественно всеми такими аналоговыми электрическими цепями, то есть через GPI и GPO, то есть ну что там у вас на нем, свет может висеть, занавес на нем висеть, то есть просто на замыкание и размыкание, замыкание закрыть и размыкание открыть. Вернее не совсем там 5 вольт, то есть есть напряжение ON, нет напряжения OFF, это GPO стандартное. Отправлять команды в Ethernet процессор может любой, то есть через логический слой вы задаете некий набор команд, которые по событию, по кнопке, по превышению уровня, по чему угодно выдается в Ethernet на конкретный IP-адрес. Есть нюанс, вы, наверное, спросите, может ли в этом случае, то есть почему бы не использовать BSS вместо AMX, как сольную систему управления. То есть есть ограничение, что BSS не может принимать фидбэк, то есть в ситуации, когда нам нужно отправить команду, которая опрашивает устройство, в каком она статусе, какую команду она может принять и так далее, то обратно команду получать и обрабатывать она не может. Все-таки это не AMX, это не система управления. Но она может мониторить статус устройства и направлять команды в нужный порт устройства, те команды, которые вы сами вручную вобьете. И то же самое касается RS-232. По RS-232 вы можете кастомную команду направлять на внешнюю систему. Сайт нашего учебного центра это edu.digis.ru Получилось edu.digis.ru или просто на digis.ru зайдите там есть ссылка учебный центр. На учебном центре в разделе интеграция есть курсы по BSS и еще на сайте bssaudio.com в разделе тренинг как только появляются новые курсы как только я их анонсирую они сразу там в расписании тоже появятся. Это я полагаю что будет скорее всего июль. То есть именно курсы а расписание появится в ближайшее время. Влад Матвичук спрашивает есть ли какие-то проверенные конвертеры брюлинг в оптику кроме BSS MC1 я лично не проверял мне британцы обещали список конвертеров которые они проверяли я запрошу если вам не сложно пожалуйста напомните мне напишите мне на почту чтобы я себе поставил задачки и как только ответ будет я его пришлю с удовольствием я так понял что очень небольшой список потому что ну и мне очень-то выгодно этим заниматься проверяя чужие медиаконвертеры когда у них свой есть его надо продавать поэтому к сожалению не думаю что это будет действительно большой список ну логически вообще в принципе это должен быть главное это должен быть просто тупой медиаконвертер который в тупую да простите за такое слово конвертирует все что в него входит и на выходе конвертирует обратно вот в таком случае он должен заработать потому что блинк это не эзернет это просто вот некий поток этих единиц и нулей которые он плюет в таком виде как в котором есть в сеть и все ну конечно не совсем так просто да но пример смысл такой то есть он не пакетируется никаким образом то есть нет там таких вот эзернетских стандартных процедур еще раз повторяю Рафис Нигматурин спрашивает просит повторить где можно посмотреть расписание тренингов еще раз повторяю это сайт а давайте в общем-то напишу вам в чат и вы себе пожалуйста скопируйте наш сайт нашего учебного центра edu.dgis.ru вот и собственно сайт бсс на котором также анонсируем тренинги вы все равно с этого сайта попадете потом на сайт учебного центра нашего это bssaudio.com тоже я общий чат написал что ж друзья если вопросов просто на этом закончились я с вашего позволения отклоняюсь еще раз извинюсь за состояние голоса и носа борюсь с болезнью как могу поэтому спасибо за внимание спасибо что вы присутствовали и спасибо опять же конечно же Эвоклубу что дает нам самую возможность пообщаться даже сквозь часовые пояса всего доброго коллеги до свидания до свидания Продолжение следует...